Антон Фил вас спрашивает, чему веганам и подобным сниться мясо, продукты животного происхождения? Тело требует. Тело часто бывает, что веганы, они могут насильственно себя заставлять не есть иногда. Это насилие, а бывает по знакам зодиака, некоторым знаком зодиака нужны белковые эти самые. Почему? Потому что тело просят. И это как бы компенсаторный сон, что они едят мясо и всё остальное, если веганам снятся. Это мясо достаточно жёсткий символ, который связан с болезнью. И поэтому тут тоже может быть, если нехватка белкового животного происхождения, может произойти болезнь. Поэтому здесь и тот, и другой символ может быть рабочим. Насилие не надо делать в этом отношении. Почему? Потому что тело должно само отказаться от этого мяса. Оно должно, надо чувствовать своё тело. Вот у беременных есть кошачий инстинкт. Кошачий инстинкт. То есть некоторые, вот то, что ребёнок просит, вот у неё может быть, то она клубнику с селёдкой может кушать вместе. Поэтому у некоторых это в шок вводит. Вот то и это надо, то и это надо. Это у беременных кошачий инстинкт. То, что требует организм. И вот во сне тоже показано, что организм требует это. Ему нужно, особенно у веганов. Поэтому, то есть, или они могут завалить. Вот и всё. От нехватки каких-то вещей. Это очень хорошо, когда вот твой организм просит, например, какой-то еды. У меня вот я переболела коронавирусом. О, у меня, сейчас я знаю, что у меня. Я ем то, что у меня просит организм. Поэтому, а у меня организм просит картошку, пюре. Всё, которое я себе отказывала. Сейчас я себе не отказываю. Поэтому кошачий инстинкт работает. А, кстати, вот эта вот картошка, она очень неплохо влияет на лёгкие. Потому что лечится. Очень часто прогревается, идёт в кожуре, особенно, когда в кожуре есть. Что-то там такое есть. Поэтому вот этот кошачий инстинкт, который работает очень хорошо, он выбирает именно микроэлементы, которые есть в каком-то определённом продукте. И всё. Поэтому детки очень часто именно тянутся, едят именно то, что в данном этапе им надо. Другое дело, что мы их просто-напросто в своё время, в садик, в школу и всё остальное, завтрак, хочешь, не хочешь, надо со всеми детьми кушать. Он не хочет кушать. Ну, надо. И тут как не понять. В любом случае, не будешь по одному его кормить, хочешь ты или не хочешь. Обед, ужин, вовремя. А если не хочешь есть, а потом ты захотел. Ну, вот так устроена наша жизнь. Вот точно так же мы портим своих детей. Поэтому очень хорошо, если в человеке развит вот этот кошачий инстинкт, что он хочет. Поэтому какие продукты он очень хочет. Я помню, где-то я прочитала, была статья, когда мужчина долгое время потерялся, в лодке плыл и по океану плыл. И никак его не могли найти, и всё остальное. Он как-то выпарил воду, пил. И что интересно, он ел не рыбу, а выковыривал глаза и ел глаза у рыб. Со вкусом, вот представьте себе. И поэтому вот здесь, а оказывается, в глазах есть какие-то микроэлементы, которым ему этого не хватало. Это вот тоже вот кошачий инстинкт, ты начинаешь любить. Это, я говорю, у беременных очень часто это начинается. Вот то, что ребёнок хочет, вот чего ему не хватает, он даёт. И женщина как раз на эти продукты, она начинает чувствовать, что именно вот те недостающие микроэлементы, которые есть в том и другом продукте. Поэтому вот это мясо, там скорее всего, если ему снится это, это большая вероятность, что он может заболеть от своего вот именно веренства. Продолжение следует...